Друзья, всем привет! Щенкам уже 4 дня сегодня. Все отлично, замечательно. Мы настолько рады, потому что Лира просто... Потому что после Блэк Найт. Да, любая мама кажется хорошей. На самом деле мы рады, потому что Лира просто замечательная мама. Очень нежная, очень трепетная. Как она их всех накрывает. Есть такая особенность у нее отличительная. Ей очень не нравится, когда щенки от нее ползают в сторону. Она прямо начинает переживать, подходит их, берет аккуратно зубками. Либо носом подкидывает их куда-то, куда ей надо, где ей спокойнее. В общем, Лира молодец у нас. Нам очень нравится, как все, щеночки растут. Это тот случай, когда мы совершенно спокойны. Нет, мы пока неспокойны. Ну, я, как всегда, неспокойны, пока щенки не уедут из дома. Вот, поэтому... Пока корм не начнут сами. Ну да, но следующий важный этап, когда щенки приходят уже на кормление самостоятельно. Поэтому пока все спокойно и мы кайфуем от этой собаки. Такая морда классная. Да, классная. Ты кто? Мальчик. Мужик. Пиявка. Пиявка, короче, так и остается. Пиявка. Пиявка, короче, мы сейчас... Чего, Яна сюда пришла? Мы сидели на диване, и мы услышали писк-писк-писк. А это пиявка ползла. Пиявка, скрип какой-то. Да, искала здесь. В общем, она самый такой пищевик. Правильно, надо много кушать, чтобы быстрее расти. Вот Яна, я опять присосну. Не его, ее. Яна вот рядом. А, рядом. Я мальчишка, но вещь не хочет-то снимает. Покажи пиявку. Вот пиявка. Какая равномерная полоса? Она уйдет. Вообще? Пиявка останется. Пиявка, скорее всего, ну, может, немножко останется, но здесь чуть-чуть тоже останется. Но, в принципе, как вот у нее на морде, видишь? Да, это тоже. Тоже самое, вот тоже маленькое белое пятнышко, вот. Пиявка накушалась. Пиявка. Пиявка на кожу. Ой, наконец-то пиявка сытая. Ребята, кому нравится, я знаю, что Вася, все балдеют от Васи. Вот теперь вы познакомились с Лирой. Короче, пиявка – это клон Васи. Скорее всего, будет. Ну, все оттенок немножко. И все эти три щенка, они будут как Вася. Вот этот щенок будет. Эй, Лира, Лира, короче, она ее закрыла. Пошла нюхать проверять, почему кто-то ее в пиявку забрал. Лир, ложись. Лир, ложись. Лира, решила все проверить. Надо все проконтролировать. Вот, короче, пиявка будет как Вася окрасным. Вот этот щенок, он темноватый, но он тоже перецветет и станет светлым. Она посветлее будет, чем Вася. Ну, примерно. Как Вася примерно вот этот. Ну, короче, все три, они будут примерно как Вася. А вот та девочка светлая. Ну, это ближе к песочному, мне кажется. Она будет как Лира. Потому что Лир... Какая девочка, Гоша? Ну, которая с белым. Это мальчик. Я тебе уже пять раз говорил, что это мальчик. Почему я считаю его девочкой? Свет желтый. На самом деле... Ну, вот таким голубоватым. Да, и на солнце она кажется рыжеватый, красноватый. Но это обман. Тайковую собаку сложно сфотографировать, что передать ее цвет. Да, не передает камера цвет. Ее в серую погоду снять, тогда будет она нормальная. Ну, даже видно, что вот здесь вот у нее такой серебристый налет. Глазки серебристый налет. А я сейчас, знаешь, что сделал? Я сейчас ставлю фотографии, когда она еще маленькая была. Там видео видеть сразу поймут, о чем я. Потому что там она еще была такой. Она маленькая была вот такая вот. Да, да, она маленькая была, сероватая. Голубоватая. Да, сероватая сразу, сколько сказать, серая мышка, да? Голубоватые у нас, а не сероватые. Или как минимум серебряные. Да, серебристые. Да, серебристые. У нас включить начинки серебристые, золотые, шоколадные, лиловые. Прям какие красивые слова, да? Ян, покажи Блэк Джека. Он кушает. Жалко. Эмоции вызывает, потому что у нас никогда такого рыжего, черного. Рыжего такого не было, он подпал на черном. Как у Ротвейлера. То есть это мега-рыжий и мега-черный. Они сочетаются в одном щенке. Как у Ротвейлера. И то же самое будет на голове. А голова пока находится где-то там. Кушает голова. Кушает. Вот она. Да. Тоже мальчишка. Тоже красивый. На него светленький подпал. Вот девчонка. Мальчишке подпал по трем нашим градациям. Легкие, средние, сильные. Какой у него? Ну, светлый. Я не знаю, по трем это ты придумала. А у меня два только черный светлый. Ну, ладно, будет два. Накушался, красавчик мой. Что говоришь? Накушался, красавчик мой. Ну, короче, ребята, класс, да? Продолжаешь кушать? Что он там? Чавкает? Все. Ну, у него точно белая уйдет. Да, я уже понял, что когда у тоненькая, то это значит, что очень мало. Вероятно, что у нас сохранится. Очень похож на Джека. Давай сейчас найдем, попробуем посмотреть. Попусечку. Фото Джека в таком. Почему по пусечку скорее похож? А не какой я, хорошенький. Очень хорошенький. Ялка, какой он классный. Не, я не могу. Не могу, не могу, не могу. Ладно, ты меня. Пусеченько. Так, ну, смешновато не делал. Уху. Это же удовольствие, когда все хорошо получаешь. Это удовольствие, когда вот так вот все хорошо. Да, вот так вот. Ну, так мы и стараемся, чтобы так было. Теперь у Блэк Найя следующие пометы будут с дергающимся глазом, что-то. Все, пережив полтора года, пусть отдыхает. Ну, вот я и говорю. Да, подождем. Да сколько времени он уже ест? Почему? А, пацан? Начали снимать этот пацан кушал. До сих пор кушает. Прикиньте, какой голодный. Причем нашел самый мощный сосок. Ну, там молочка в очень больше всего. Где больше всего, да. Там унышина уже мягкая. Молодцы, что они рассасывают. Вот здесь, кстати, наверное, ночка будет. Очень хорошо. Сначала страшно так все выглядело, когда мы в первый день приехали. Нет, все рассасались. Они у нее дубовые были. Но я ночью сижу, если вижу, что какой-то задубел, я туда сразу направляю высасывательную бригаду, и они работают над этим очень быстро. Я смотрю, что к утру уже он мягкий. И так прям смотришь, как твердущее, как дерево. Ладно, Лирка, по-моему, хочет спать. Пусть спит. Все хорошо. Пусть так оно и будет дальше. Будем включать камеру. О, все, отвалилось. Отвалилось. Короче, с этим пометом мы будем включать камеру, только когда у нас хорошее, позитивное настроение. И хочется Янке пообниматься, поцеловаться, понежиться с этими замечательными щенками. Щенки, ребята, просто какие-то очень трогательные. Прям мы всем клички уже тут. Яна тут Джоконду придумала. Только что кличка девочке дала. Ну вот. Короче, они какие-то у нас очень яркие и запоминающиеся для нас. Ну и, конечно, немаловажный вклад в это делает Лира. Потому что она своим материнством очень задает такой ритм спокойствия, безопасности. и нам хорошо от этого. Потому что мы видим, что она мама и она заботится о ней. А ты прикинь, в этих щенках есть и Вася, и Сильвер, и Буся, и Блэйд, и Голд. Короче, вся работа нашего питомника... И Лилу. За последние дни он. А Лилу откуда? Ну, здрасте. А Джек чей сын? Да, да. Короче, все наши суббайки. Все наши линии, вся работа нашего питомника за последние 5-6 лет в этом понятии. Ну, я даже не понимаю, что щенки будут крутые, потому что у них уже классные мордочки. И они просто невероятные. Друзья, всем привет. У нас раннее утро, 7 утра. Я пришел на нашу стройку. И посмотрите, что у нас здесь уже появилось. А появилось у нас, видите, первый ряд, где будет техническое помещение. И уже есть второй ряд, там, где будет питомник. Пойдемте посмотрим поближе. Здесь уже, видите, у нас есть выходы, приготовленные заранее, выходы из вольеров. Здесь у нас будут большие вольеры-щенятники. И здесь уже обычные, как в старом питомнике. Ну, и как планировали ранее, эта сторона у нас, видите, недостроена. И здание пока питомника начинается с середины. Основная задача у нас сейчас построить вот эту часть до холодов особенных, чтобы закрыть здесь крышей вот эту сторону. И чтобы часть собак перевезти сюда, наконец-то, чтобы у нас не было такой утрамбованности. Видите, как у нас идет, вначале будет щенячий вольер. Там будет еще один щенячий вольер. Дальше уже идут стандартные одиночные вольеры поменьше. Как в нашем первом здании питомника, там тоже есть два больших просторных вольера для щенков и много вольеров для собак. Ну что, потихонечку стройка пошла, это радует. Уже появились первые ряды. Будем сюда почаще приходить и смотреть, как оно все хорошеет и поднимается. Друзья, всем привет! 9 утра, замечательный день. Смотрите, слита вся вода с бассейна. И сегодня мы будем его красить, наконец-то. Сначала нанесем первый слой и через 3 часа второй слой. К сожалению, использовать бассейн можно будет только через 9 дней по инструкции краски. Так что сегодня мы уже увидим, как будут наноситься эти слои и каким синеньким бассейн будет выглядеть после покраски. Вот тут гуляет Яна с Голдом. Рядом со мной здесь Леву. Пошли. Уже остальные погуляли. Пойдем, Леву! Пошли в Леву. Сейчас, кстати, течка. Возможно, мы будем ее вязать. Последний раз в ее жизни. Она уходит на пенсию. Ну, посмотрим. А вот наша замечательная краска, которой мы и покрасим бассейн. Так, открываем банку. Сейчас посмотрим, какого цвета краска. Опа, она не синяя, да? Пока не очень синяя, да? Это так и должно быть? Перемешаем, будет синяя? Конечно. Бухты, синяя. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, ну вот, смотрите, у нас уже половина бассейна покрашена. Классно, круто выглядит. Вообще так ярко, светло. Очень интересно, как это будет с водой. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, друзья, бассейн полностью покрашен. Теперь будет три часа сохнуть. Еще один слой будет нанесен и все. Потом будем ждать несколько дней до заливания воды. Ну что, друзья, вот покрыли вторым слоем наш бассейн. Теперь он такое большое синее пятно. Ну что, на ощупь прикольно. Совершенно точно уже не шуршавая становится. Так что, пусть сохнет. Уже не терпится увидеть, как это будет, когда будет залита вода. Но еще надо ждать недельку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...